Добрый день! С нашей стороны, страны СНГ, так как практически, ну это тяжело, таких событий в год 2-3 проходят с участием московских наших центров. Поэтому это очень здорово и на самом деле здесь очень нередко мы в рамках площадки Белых ночей обсуждаем и определяем многие вопросы, связанные с концепцией развития наших взглядов, планов. И я потом оговорку сделаю, потому что тут Екатерина начала сегодняшнюю нашу встречу, дала тон и показала, как у нас вообще сегодня реализуются наши проекты, куда мы движемся. И если я, прежде чем сейчас начну уже доклад, все-таки договорю. Вот заметьте, во всех докладах и в моем тоже отсутствует слово «проблема», Андрей Дмитриевич, и у вас тоже не было, Алексей Михайлович тоже не показал. А я помню еще, когда мы ездили, и все время все профессора, академики, ученые, все время половина доклада это было проблемой, а среди проблем половина показывали все на Минздраве России, простите. Но вот сегодня нигде это не прозвучало, мы увидели позицию министерства о результатах нашей работы, и мы видим докладчиков, которые тоже с позитивом, и это на самом деле так. Ну, говоря про искусственный интеллект, задача была поставлена Алексею Михайловичу, чтобы мы взаимодополняли, поэтому доклад, искусственный интеллект, как объединяющий многие процессы, то, чего сейчас проходит в нашей отрасли, в онкологической службе, в частности, что мы делаем, куда движемся, это обычное определение этого термина, которое закреплено ГОСТом, позвольте его не цитировать. Но что самое важное, вот реализация проектов искусственного интеллекта, которые сегодня определены и в указах президента, и в одноименном федеральном проекте искусственный интеллект, который реализует Минэкономразвитие, на самом деле позволяет нам отличить тему, эту повестку по отношению к здравоохранению. Почему? Потому что у него есть свои особенности, я показываю, в чем они. Разработки продуктов отраслевые специалисты, эксперты, методологи, коллеги занимают от 30 до 70% трудозатрат. В чем важность? Вот, например, технологии искусственного интеллекта, позволяющего у нас определить штраф в машине, выписать за проезд под красным светофором, он не требует отраслевых специалистов, потому что предполагает датасеты, которые открыты в доступе, берите, фотографируйте. То есть там практически роль разработчиков и так далее. Дело в том, что в здравоохранении важна правильная постановка задачи, правильная его формулировка, сопровождение. Я уже не говорил про сегментацию, разметку, подготовку датасетов. Поэтому, когда к нам с вами стучатся коммерческие компании часто и предлагают совместный проект, мы часто задаем, а что нам за это будет. И когда нам отвечают, что результатом этого продукта будет нечто, которое вы можете у нас покупать подешевле или как минимум у себя внедрять, но мы как минимум не разделяем такую позицию. Поэтому разработка любого продукта, где участвует федеральное учреждение здравоохранения, она должна сопровождаться конкретным определением прав на продукт, исключительных прав, ну и со всеми последующими вытекающими вопросами его коммерциализации и результатов. Что еще важно? Я остановился, но это важный момент, и в нем очень часто нас вводят заблуждения с вами. Использование баз данных, конечно, в рамках одной организации мы знаем, что персональные данные тоже ограничивают увеличивать этот доступ к тем, кто, в общем-то, хочет пользоваться. Конечным продуктом является медизелье. Это такие же жесткие требования к медизелью должны быть, как к ультразвуковому аппарату, к аппарату КТ. Пока мы видим эти продукты на рынке, мы их приобретаем, мы ими пользуемся, но считаю правильным нам с вами, онкологам, онкологическая служба, она особо охватывает все разделы сегодня здравоохранения, относиться не то что с критикой, а погружаться полноценно в эту работу этих продуктов и правильно поставить акценты, определяя в том числе дефекты, несоответствующие его исходным характеристикам. И там работает уже другая регуляторная опция по обращению в Росздравнадзор о несоответствии. То есть к ним распространятся те же требования, как и к другим медизелиям. Ну, это социально ориентированная отрасль здравоохранения, конечно, и относительно строже контролируется государством. Сложнее. Проще разработать технологию с искусственным интеллектом в других отраслях и внедрять, чем здравоохранение, потому что на кону, конечно, вопрос охраны здоровья и жизни человека. Ну, динамично развивающая отрасль, это для коммерческих проектов, конечно, пока многие проекты мы начинаем, год-два делаем, а появляется уже другая технология, она становится ненужной. Это тоже риски для вложения в эту сферу. И низкий уровень доверия со стороны конечного потребителя, наших пациентов. Ну, мы это тоже видим, но это тоже нужна нам с вами общая работа. Правильно, надо и критический компонент учитывать, и в то же время правильно донести, что сегодня многие продукты вызывают высокий уровень доверия. Мы знаем опыт, например, Москвы в реализации московского эксперимента, да, и потихонечку мы должны правильно ставить акценты. Я перечислю основные типы сегодня, которые используются в здравоохранении. Это анализ временных льдов без изображения, например, поведенческая реакция пациента, позволяющая прогнозировать течение состояния его, да, анализ, естественно, языка – это серия продуктов, где голосовые помощники используются, химические соединения. Вот сегодня мы выслушали, что в стране реализуется по вопросам ядерной медицины, по разработке новых фарб-субстанций, по разработке новых противоопухолевых вакцин. Дело в том, что есть конкретные наработки, мы у себя сейчас этим занимаемся, по тому, что может технология искусственного интеллекта по заданным предварительно параметрам структуры вещества позволит ускорить разработку новых продуктов, новых конечных продуктов, молекул, которым могут использоваться фармацевтики и при разработке радиофармацевтических лекарственных препаратов в частности. Но анализ изображений машинного зрения – это самое популярное, и когда врачам говорим про искусственную интеллект, всегда все сразу ассоциируют всю свою, эту тематику именно с компьютерным зрением, продуктами, с технологией компьютерного зрения. Анализ текстов, семантическо аннотированных текстов, электронных медицинских карт – это тоже работа есть на эту тему. Они позволяют помочь в постройке предиктивных моделей, анализируя симптомы, анамыз, пациенты и другую информацию с текстовых файлов. Предиктивные модели, объединяя большой набор мультимодальных данных – это и медицинские данные, и социально-демографические данные – позволяют сегодня привязать это к конечному результату в виде возникновения заболеваний, в частности риска заболеть онкологическим заболеванием. Это тоже сегодня проекты, которые уже начаты, я потом об этом скажу, и в нем есть реальная возможность выявления прорывных решений. Кстати, картинки тоже, они сгенерированы у нас продуктами с технологиями искусственного интеллекта, они были заданы и для настоящего выступления взяты именно сгенерированной машиной. Медицинские сведения о состоянии больной, источниками данных, я уже сказал, это структурированные данные из электронных медицинских карт, изображения медицинских, информация о потреблении товаров. Мы долгое время думали, как же можно выявить риск курения. Ни в одной истории болезни, давайте честно скажем, как заполняется отягощенность или там вредные привычки, мы с вами знаем. Взять его в работу, мало того, что это не структурировано, да еще и сложно. Поэтому сегодня мы отрабатываем возможность уточнения потребительской активности того или иного населения, возрастных групп в каком-то регионе, который позволяет наряду еще с медицинскими данными получить, ну, как часто потребляется, покупается алкогольная продукция, там и иные продукты, которые за собой несут критерии вредных привычек или потребления, да, чрезмерное того или иного продукта. Демографические показатели климати. Что важно, сегодняшнее здравоохранение в нашей стране, она готова к подготовке таких решений. Почему? Потому что содержится уже немало количества качественных, верифицированных наборов данных, коллеги. При всем нашем с вами отношении к цифровизации, сегодня у нас достаточно высокий уровень по сравнению со многими другими нашими партнерами, да, и другими странами. Поэтому сегодня мы можем уже на той базе, которую имеем, разработать достаточно качественные продукты. Что еще важно, что современные подходы, ведь все развивается в искусственном интеллекте тоже, генеративные технологии позволяют сегодня работать иногда даже с неполноценными данными, с данными неполного, не такого качества, которое нам хотелось. Потому что мы, ну, ученые знают, да, если мы выполняем работу исследовательскую, да, всегда мы ищем те данные, которые полноценны, чтобы заполнять свой кодификатор и делать качественный анализ. В искусствах современные подходы генеративные и позволяют пользоваться неполноценными данными, они заполняются, это на самом деле засопу несет не меньшую точность, чем, допустим, мы могли бы получить. Что делается в нашем центре? На самом деле создание, создан исследовательский центр, это решение президиума правительства, правительственной комиссии по цифровому развитию. В 2023 году была признана возможность организации исследовательского центра. Мы реализуем в рамках этой работы несколько проектов. Первый блок – это проекты, предполагающие на основании предиктивной модели, на основании больших данных, как уже сказал, не буду сейчас долго останавливаться, разработать факторы, предикторы, паттерны, признаки, свидетельствующие о риске заболеть онкологическими заболеваниями. Цель его найти, но мы знаем, что скрининг сегодня доказанный, научно доказанный скрининг, он реализуется по отношению рака молочной железы, колоректального рака, шейки матки, с простатой и легким, с определенными оговорками. Вот задача этого проекта на основании большого набора данных – найти новые признаки. Иногда даже знаете человека нечитаемой, но понятной машине путем обработки, и для того, чтобы персонализировать в перспективе возможность выявления групп с высоким риском. И тогда это позволит нам либо улучшить, повысить эффективность реализуемых скринингов, либо, может быть, найти возможность реализации экономически выгодного скрининга по отношению к таким локализациям, как рак поджелудочной железы, рак почки и так далее. И такие наработки уже есть. Мы обзор сделали, и сегодня идем по этому пути. Ну, мы параллельно реализуем еще продукт для маммографического скрининга, на котором будут отработаны различные опции, в том числе возможность после регистрационного мониторинга уже созданных изделий. Второй блок проектов – это серия, я сейчас не перечисляю серия, несколько продуктов, предполагающих определить возможность опухоли и патологии почки. В яичниках мы знаем, что до сих пор между регионами выезжая, мы видим большую вариативность сегодня показаний к хирургическому лечению рака почки. Почему? Потому что чувствительная специфичность врачей рентгенологов, определяющих на КТ эту патологию, она чаще еще не верифицируется, она отличается от 70 до 90 процентов, 95. Поэтому технологии позволяют определить на уровне экспертов в этой сфере высокой чувствительной специфичностью патологию и злокачественной ГНС опухоли почки, например, также по яичникам, гепатоцеллюлярному раку. Одновременно, я уже сказал, мы реализуем научную работу сейчас по поиску новых туморотропных веществ и в этом блоке. И в блоке, где уже было сказано по противопухолевым вакцинам, персонифицированным, тоже эта технология позволяет быстрее ускорять скорость подбора этих препаратов, точнее вакцин, и ускоряет скорость разработки этих персонифицированных вакцин. Третий блок – это риск рецидива. Больного мы пролечили, отпустили домой. Мы сейчас знаем, что первый год каждые три месяца приглашаем, второй год каждые два раза в год и потом ежегодно. И практически ко всем заболеваниям в среднем применяется один и тот же тезис. При этом мы знаем, что во многих локализациях сегодня персонификации данных молекулярно-генетических тестирований, множество другой информации, коллеги, которые нам сегодня еще до конца еще не систематизированы, позволяет нам кому-то чаще приглашать, а кому-то не надо каждый год приглашать и обследовать. Вот анализ уже ретроспективных данных, больших объемов, позволяет нам выявить уже персональные группы и определить, и объем обследования позволит, и частоту этих обследований. Ну, этические вопросы коротко с собой представляют три блока. Это безопасность данных, прозрачность интерпретации и, конечно, нравственность и ответственность перед ними. Но тут надо отметить, что на частый вопрос, вот, очень были сложные дискуссии сегодня на площадке Минздрава на эту тему и справедливости ради, вот Екатерина Валерьевна подтвердит, она все-таки спрашивала простой вопрос коллеги, о чем ваш продукт может быть сопоставим с врачом. Как мы можем заменить врача? На самом деле, позиция пока нашего учреждения, в этом плане также мы согласны, что мы не делаем сейчас то, что должен заменить врача, мы пока делаем то, что должна сопровождать и помогать врачу принять решение, подсказать. Но окончательное решение, пока вся серия продуктов, которые нами делаются, она предполагает, окончательное решение предполагает за врачом, за врачом, который должен просто обратить внимание на так называемую систему поддержки принятия решений. Такой дизайн пока что на этом этапе развития считаем допустимым. Как будет потом, время покажет. Ну, ожидаемые эффекты тоже я не буду сейчас детализировать, конечно, они направлены на повышение эффективности, качество лечения, это снижение риска, количество ошибок возможных, расширение научной базы для исследований у нас сейчас, это повод для того, чтобы реализовать новые исследовательские проекты на стыке клинической медицины и технологии информатизации. Ну и снижение стоимости медицинских услуг не с целью для того, чтобы экономить деньги здравоохранения, а чтобы его более эффективно использовать уже на другие цели и задачи. Ну, в национальном центре Блохина сегодня есть, почему и вот исследовательский центр был организован, потому что есть большой перечень нозологий, по которым сегодня мы можем отрабатывать различные треки, они не только имеют отношение к профилю онкологии. И важно, что также национальный центр сегодня представляется как площадка для клинических испытаний, потому что мы видим, что выходит сегодня на рынок. Не все продукты, которые уже почти три десятка, да, сейчас цифру не готов дать актуально, но где-то их вот около трех десятков, которые на рынке приобретаются медицинскими организациями, и к ним есть разные отношения у нас с вами, но мы стараемся, когда к нам обращаются за реализацией клинических испытаний, вести себя партнерски правильно и отрабатывать каждый тезис, с чем заявляется программа. Очень часто коллеги приходят, говорят, я, это последний слайд, что вот мы реализуем проект, пожалуйста, делайте клинические испытания на предмет того, что он может выявить там чувствительностью 70%, например, патологию в каком-то органе. Вот мы объясняем, что оно формально, да, оно получает медизелье, регистрационное устреление выходит на рынок, но реально мы объясняем, что он не может быть потом продан и тиражировано. И тут есть вилка, юридически он может получить регистрационное устреление, а вот те характеристики, которые есть, нужны ли нам с вами, вот это тоже вопрос к тому, что мы покупаем. Поэтому в регионах, реализуя в том числе госзадания по приобретению таких продуктов, которые, я уже сказал, около трех десятков, пожалуйста, анализируйте точно. Во-первых, хорошо бы посмотреть, где осуществлялось клиническое испытание. Во-вторых, какие характеристики там заявлены, и точно это то, что вам дальше нужно для своей работы с точки зрения выполнения тех или иных поставленных задач. На этом все, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.